Всем привет! С вами Александр и еще один буквально небольшой урок вашему вниманию по программе Claw Enterprise. Значит, после того, как мы начали создавать одежду, давайте создадим прямоугольник, то есть, по сути, вот эти вот элементы одежды у нас с вами являются одновременно и UV-сеткой. На которую мы можем накладывать материалы и текстуры. Вот то, о чем частично тоже говорил Алексей. Если мы сейчас щелкнем вот в панели ткань на Default Fabric, то к нам откроются настройки материалов выбранного элемента. То есть, здесь мы с вами можем менять цвет. Давайте изменим, допустим, вот на светло-такой голубой. Окей. Можем менять цвет зеркального отражения. То есть, подстраивать те или иные настройки материалов. Но после того, как мы с вами переключаемся в русский интерфейс, то, особенно если вы уже 3D-шник, программа становится интуитивно понятна. Единственное, что хотелось бы еще рассмотреть, это вот давайте посмотрим работу с текстурой. То есть, можно выбрать любую текстуру. Ну, для примера я вот свой логотип возьму. И приблизим к колесикам. Перейдем в режим редактирования текстуры. Мы ее можем вот так вот сдвигать по объекту. Можем вращать. Так, окей. Вот так можем вращать. Можем скалировать. И так далее. Что вообще очень удобно. Так, вот мы ее сделали невидимой. И что надо еще добавить, что работа с текстурами возможна не только в режиме 2D окна, но также и в режиме 3D окна. Вот давайте выберем работу с текстурой. То есть, тут то же самое. Мы можем ее двигать в 3D окне. Нашему вниманию предоставляются все те же манипуляции. И вот можно отмасштабировать, увеличить, уменьшить. Можно наложить небольшую дополнительную текстуру. Будет как элемент. Вот она сверху легла. И последнее, что еще нас будет интересовать. Это снова, если войти в Default Fabric. То вот тут у нас есть пресеты. То есть, под этим пресетом подразумеваются настройки той или иной ткани и ее физических свойств. Ну, например, здесь у нас вот есть Cotton, Шерсть. Шерсть. Так. Габардин. Ну, это то, что я могу перевести. И так далее. То есть, давайте вот выберем, допустим, шерсть. И если мы ее раскроем, вот подробнее, то у нас появляются вот такие вот все дополнительные настройки. То есть, такие как сопротивление растяжения, сопротивление растяжения основы, растяжение по косой, жесткость и так далее. Конечно, вы все это можете еще сами и менять. В зависимости от этих физических свойств у вас будет изменяться и симуляция поведения вашей ткани. Давайте попробуем выбрать другой пресет. И обратите внимание на то, как меняется симуляция. Вот я снова вернем все в исходное положение и снова проиграем симуляцию. То есть, ткань ведет себя совсем по-другому. Давайте что-нибудь из конца выберем. Здесь, в данном случае, ткань вообще стоит как столб. Потому что является слишком жесткой. То есть, выбирая либо работу с этими пресетами, либо настраивая все это вручную, вы можете получить ткань с теми или иными физическими характеристиками и свойствами. И также работать с текстурами. В конечном проекте, конечно, все эти текстуры вы можете также сохранить. Что ж, это все, что я хотел вам показать в этом уроке. Считайте, что вы теперь полностью можете работать с программой по симуляции одежды. Клоу, Интерпрайз и Марвелус Дизингер. С вами был Александр. Всем пока.